Эпилог. Часть первая. В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь полуостров и прилегающую к нему часть материка. Бедствие достигло грозной силы, каждый день умирало по 500 и более человек. Незадолго перед тем, в числе прочей команды вновь отстроенного парохода «Валкирия», я был послан принять это судно от судостроительной верфи Ратнера и Ко, в Лис, где мы и застряли, так как заболела почти вся нанятая для «Валкирии» команда. Кроме того, строгие карантинные правила, по разным соображениям, не выпустили бы нас с кораблем из порта ранее трех недель, и я, поселившись в гостинице на набережной Канье, часто скучал, частью проводил время с сослуживцами в буфете гостиницы, но более всего скитался по городу, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из участников истории, разыгравшейся пять лет назад во дворце «Золотая цепь». После того, как Арсуна утром на другой день после тех событий увез меня из «Золотой цепи» в Сан-Риоль, я еще не был в Лисе, жил полным пансионером, и за меня платила невидимая рука. Через месяц мне написал Поп, он уведомлял, что Ганувер умер на третий день от разрыва сердца, и что он, Поп, уезжает в Европу, но зачем, надолго ли, а также что стало с Молли и другими, о том ничего не упомянул. Я много раз перечитал это письмо. Я написал также сам несколько писем, но у меня не было никаких адресов, кроме Мыса Гардена и Дона Эстебана. Эти письма я так и не послал. В них я пытался разузнать адреса Попа и Молли, но так как письмо в «Золотую цепь» было адресовано мной разом и Стампу и Дюроку, ответа я не получил, может быть, потому, что они уже выехали оттуда. Дон Эстебан ответил, но ответил именно то, что не знает, где Поп, а адрес Молли не сообщает за тем, чтобы я лишний раз не напоминал ей о горе своими посланиями. Под конец он советовал мне заняться моими собственными делами. Итак, я больше никому не писал, но с возмущением и безрезультатно ждал писем еще месяца три, пока не додумался до очень простой вещи, что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне, наконец, оторваться от тех 36 часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасностей, восхищения, тоски и любви. Постепенно я стал вспоминать золотую цепь, как отзвучавшую песню, но чтобы ничего не забыть, потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того дня. Благодаря этой старой тетрадке я могу теперь восстановить все доподлинно. Но еще много раз после того я видел во сне Молли и, кажется, был неравнодушен к ней очень долго, так как сердце мое начинало биться ускоренно, когда где-нибудь слышал я это имя. На второй день прибытия в Лис я посетил тот закоулок порта, где стояла Испаньола, когда я удрал с нее. Теперь стояли там две американских шхуны, что не помешало мне вспомнить, как пронзительно гудел ветер ночью перед появлением дюрака и эстампа. Я навел также справки о Золотой Цепи, намереваясь туда поехать на свидание с прошлым, но хозяин гостиницы рассказал, что этот огромный дом взят городскими властями под лазарет, и там помещено множество эпидемиков. Относительно судьбы дома, в общем, известно было лишь, что Ганувер, не имея прямых наследников и не оставив завещания, подверг тем все имущество длительному процессу со стороны сомнительных претендентов, и дом был заперт все время до эпидемии, когда по его уединенности найдено было, что он отвечает всем идеальным требованиям гигантского лазарета. У меня были уже небольшие усы, начала также пушиться нежная борода, такая жалкая, что я усердно снимал ее бритвой. Иногда я с достоинством посматривал в зеркало, сжимал губы и двигал плечом, плечи стали значительно шире. Никогда не забывая обо всем этом, держа в уме своем изящество и молодцеватость, я проводил вечера либо в буфете, либо на бульваре, где облюбовал кафе Тонус. Однажды я вышел из кафе, когда не было еще семи часов, я ожидал приятеля, чтобы идти вместе в театр, но он не явился, прислав подозрительную записку, известно какого рода, а один я не любил посещать театр. И так это дело расстроилось. Я спустился к нижней аллее и прошел ее всю, а когда хотел повернуть к городу навстречу, мне попался старик в летнем пальто, котелке с тросточкой, видимо, вышедший погулять, так как за его свободную руку держалась девочка лет пяти. «Паркер!» — вскричал я, становясь перед ним лицом к лицу. «Верно!» — сказал Паркер, всматриваясь. Память его усиленно работала, так как лицо попеременно вытягивалось, улыбалось и силилось признать, кто я такой. «Что-то припоминаю», — заговорил он нерешительно, — «но, извините, последние годы плохо вижу». «Золотая цепь!» — сказал я. «Ах, да! Ну, значит...» «Нет, разрази бог, не могу вспомнить». Я хлопнул его по плечу. «Санди Пруэль!» — сказал я. «Тот самый, который все знает». «Паренек, это ты!» Паркер склонил голову на бок, просиял и умильно затражествовал. «О, никак не узнать! Форма к тебе идет, вырос, раздвинулся. Ну что же, надо поговорить. А меня вот внучка таскает. Пойдем, дед, да пойдем. Любит со мной гулять». Мы пошли опять в тонус и заказали вино. Девочки заказали сладкие пирожки, и она стала их анатомировать пальцем, мурлычей и болтая ногами, а мы с Паркером унеслись за пять лет назад. Некоторое время Паркер говорил мне «ты», затем постепенно проникся зрелищем перемены в лице изящного загорелого моряка, носящего штурманскую форму с привычной небрежностью опытного морского волка, и перешел на «вы». Естественно, что разговор был об истории и судьбе лиц нам известных, а больше всего о Молли, которая обвенчалась с Дюроком полтора года назад. Кроме того, я узнал, что оба они здесь и живут очень недалеко, в гостинице «Пленэр», приехали по делам Дюрока, а по каким именно, Паркер точно не знал, но он был у них, оставшись очень доволен как приемом, так и угощением. Я был удивлен и рад, но больше рад за Молли, что ей не пришлось попасть в цепкие лапы своих братцев. С этой минуты мне уже не сиделось, и я машинально кивал, дослушивая рассказ старика. Я узнал также, что Паркер знал Молли давно, он был ее дальним родственником с материнской стороны. «А вы знаете, — я сказал Паркер, — что она приезжала накануне того вечера, одна, тайно, в золотую цепь, и что я ей устроил? Не знаете?» «Ну так она приходила проститься с тем домом, который покойник выстроил для нее, как она хотела, глупая девочка, и разыскала меня, закутанная платком по глазам. Мы долго ходили там, где можно было ходить, не рассчитывая кого-нибудь встретить. Ее глаза разблестелись, так была поражена. Известно, Ганувер размахнулся, как он один умел это делать. Да, большое удовольствие было написано на ее лице. На нее было вкусно смотреть. Ходила и замирала, оглядывалась, постукивала ногой, стала тихонько петь. Вот, а это было в проходе между двух зал. На перерез двери прошла та авантюристка с Ганувером и Галуэем. Молли отошла в тень, и нас никто не заметил. Я взглянул, совсем другой человек стоял передо мной. Я что-то заговорил, но она махнула рукой, заторопилась, умолкла и не говорила больше ничего, пока мы не прошли в сад и не разыскали лодку, в которой она приехала. Прощаясь, сказала, «Поклянись, что никому не выдашь, как я ходила здесь с тобой сегодня». Я все понял, клятву дал, как она хотела, а про себя думал. Вот сейчас я изложу ей все свои мнения, чтобы она выбросила эти мысли о Диге. И не мог. Уже пошел слух, я сам не знал, что будет, однако решился, а посмотрю на ее лицо. Нет охоты говорить, вижу по лицу, что говорить запрещает и уходит с обидой. Решался я так три раза и не решился. Вот какие дела. Паркер стал говорить дальше, как неинтересно было слушать обо всем, из чего вышли события того памятного вечера. Нетерпение мое отправиться к дюрок уросло и разразилось с тем, что, страдая и шевеля ногами под стулом, я, наконец, кликнул прислугу, чтобы расплатиться. «Ну что же, я вас понимаю», — сказал Паркер. «Вам не терпится пойти в пленэр». «Да и внучке, пора спать». Он снял девочку со стула и взял ее за руку, а другую руку протянул мне, сказав «Будьте здоровы». «До свидания», — закричала девочка, унося пирожки в пакете и кланяясь. «До свидания, спасибо, спасибо». «А как тебя зовут?» — спросил я. «Молли, вот как», — сказала она, уходя с Паркером. «Праведное небо, знал ли я тогда, что вижу свою будущую жену?» «Такую беспомощную немного повыше стула». «Часть вторая». Однако что-то изменилось и в существе. «Как человек, выросший лишь умом, не сердцем, может признать себя в портрете десятилетнего, так и события, бывшие несколько лет назад, изменяются вместе с нами, и заглянув в дневник, многое хочется переписать так, как ощущаешь теперь. Поэтому я осуждаю привычку вести дневник. Для встречи у меня была приготовлена фраза. «Вы видите перед собой фигуру из мрака прошлого и, верно, с трудом узнаете меня». Так я изменился с тех пор. Но сбившись, я сказал только, «Не ожидали, что я приду?» «О, здравствуй, Санди», — сказал Дюрок, вглядываясь в меня. «Наверно, ты теперь считаешь себя старцем. Для меня же ты прежний Санди, хотя и с петушиным боском». «Отлично, ты дома, здесь». А Молли, — прибавил он, видя, что я оглядываюсь, — вышла. Она скоро придет. «Я должен вам сказать, — заявил я, впадая в прежнее свое легкомыслие и искренности, — что я очень рад был узнать о вашей женитьбе. Лучшую жену, — продолжал я с неуместным избивающим меня самого жаром, — трудно найти. «Да, трудно!» — скричал я, желая говорить сразу обо всем и бессильный соскочить с первой темы. «Ты много искал, сравнивал. У тебя большой опыт?» — спросил Дюрок, хватая меня за ухо и усаживая. «Молчи. Учись, входя в дом, хотя бы и после пяти лет, сказать несколько незначительных фраз, ходящих вокруг да около значительного, а потому как бы значительных. «Как вы меня учите?» «Мой совет хорош для всякого места, где тебя еще не знали болтливым и запальчивым мальчуганам». «Ну хорошо. Выкидывай свои пять лет. Звонок около тебя, протяни руку и позвони». Я рассказал ему приключения первого моряка в мире Сандерса Пруэля из Зурбагана, где родился, под самым лучшим солнцем, на ярчайше освещающим только мою фигуру, видимую всем, как статуя свободы за шестьдесят миль. В это время прислуга внесла замечательный старый ром, который мы стали пить из фарфоровых стопок, вспоминая происшествия на сигнальном пустыре и в золотой цепи. «Хорошая была страница, правда?» — сказал Дюрок. Он задумался, его выразительное твердое лицо отразило воспоминания, и он продолжал. «Смерть Ганновера была для всех нас неожиданностью. Нельзя было подумать. Были приняты меры. Ничто не указывало на печальный исход. Очевидное его внутреннее напряжение разразилось с большей силой, чем мы думали. За три часа до конца он сидел и говорил очень весело. Он не написал завещание, так как верил, что, сделав это, приблизит конец. Однако смерть уже держала руку на его голове. «Но...» — Дюрок взглянул на дверь. «При Молли я не буду поднимать разговор об этом. Она плохо спит, если поговорить о тех днях». В это время раздался легкий стук, дверь слегка приоткрылась, и женский голос стал выговаривать рассудительным нежным речитативом. «Настойчиво прося впустить, Нельзя ли вас предупредить, Что это я, душа моя?» «Кто там?» — притворно громко осведомился Дюрок. «Пришла очковая змея!» — докончил голос. Дверь раскрылась, и вбежала молодая женщина, в которой я тотчас узнал Молли. Она была в костюме пепельного цвета и голубой шляпе. При виде меня ее смеющееся лицо внезапно остыло, Вытянулось и снова вспыхнуло. «Конечно, я вас узнала!» — сказала она. «С моей памятью, да не узнать подругу моих юных дней! Сандерсончик, ты воскрес, милый! Ну, здравствуй, и прости меня, что я сочиняла стихи, Когда ты, наверное, ждал моего появления. Что, уже выпиваете? Ну, отлично, я очень рада. И... и не знаю, что еще вам сказать. Пока что сяду». Я заметил, как смотрел на нее дюрок и понял, что он ее очень любит. И от того, как он наблюдал за ее рассеянными быстрыми движениями, У меня родилось желание быть когда-нибудь в его положении. С приходом Молли общий разговор перешел главным образом на меня, И я опять рассказал о себе, затем осведомился, где поп и эстамп. Молли без всякого стеснения говорила мне ты, Как будто я все еще был прежним Санди. Да и я, присмотревшись теперь к ней, нашел, что хотя она стала вполне развившейся женщиной, Но сохранила в лице и движениях три четверти прежней Молли. И так она сказала. «Попа ты не узнал бы, хотя и все знаешь, извини, но я очень люблю дразниться. Поп стал такой важный, такой положительный, что хочется выйти вон. Он ворочает большими делами в чайной фирме. А эстамп в Мексике. Он поехал к больной матери, она умерла, а эстамп влюбился и женился. Больше мы его не увидим». У меня были желания, которые я не мог выполнить и беспредельно томился ими, Улыбаясь, разговаривая, как заведенный. Мне хотелось сказать. «Вскрикнем, увидимся и ужаснемся. Подтонем в волнении прошедшего пять лет назад дня, Вернем это острое напряжение всех чувств. Вы, Молли, для меня первая светлая черта женской юности, Увенчанная смехом и горем. Вы, Дюрок, первая твердая черта мужества и достоинства. Я вас встретил внезапно. Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен? Ибо перебегающие разговоры я оценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятие и рукопожатие – Вот что требовалось теперь мне. Всему этому, увы, я тогда не нашел бы слов, Но очень хорошо чувствовал, чего не хватает. Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым. Но и теперь я заметил, что Дюрок правит разговором, как штурвалом, Придерживая более к прохладному северу, чем к пылкому югу. «Кто знает», – сказал Дюрок, – «на ее не увидим». Вот Сандерс Пруэль сидит здесь и хмелеет мало-помалу. Встречи, да еще неожиданные, происходят чаще, чем об этом принято думать. «Все мы возвращаемся на старый след, кроме...» «Кроме умерших», – сказал я глупо и дико. «Иногда держишь в руках хрупкую вещь, рассеянно вертишь ее, как хлоп...» Она треснула. Молли призадумалась, потом шаловливо налила мне рома и стала напевать, сказав, «Вот это я сейчас вам сыграю». Вскочив, она ушла в соседнюю комнату, откуда загремел бурный бой клавиш. Дюрок тревожно оглянулся ей вслед. «Она устала сегодня», – сказал он, – «и едва ли вернется». Действительно, во все возрастающем громе рояля слышалось упорное желание заглушить иной ритм. «Отлично», – продолжал Дюрок, – «пусть она играет, а мы посидим на бульваре. Для такого предприятия мне не найти лучшего спутника, чем ты, потому что у тебя живая душа». Уговорившись, где встретимся, я выждал, пока затихла музыка, и стал уходить. «Молли, Санди уходит», – сказал Дюрок. Она тотчас вышла и начала упрашивать меня приходить часто и не вовремя. «Тогда будет видно, что ты друг». Потом она хлопнула меня по плечу, поцеловала в лоб, сунула мне в карман горсть конфет, разыскала и подала фуражку, а я поднес к губам теплую эластичную руку Молли и выразил надежду, что она будет находиться в добром здоровье. «Я постараюсь», – сказала Молли, – «только у меня бывают головные боли, очень сильные. Не знаешь ли ты средства?» «Нет, ты ничего не знаешь, ты лгун со своей надписью. Отправляйся». Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли. Так, средней веселости, хотя не без юмора, и направился в портовый трибун, гостиницу, где должен был подождать Дюрока, и где, к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом. Часть третья. Составьте несколько красных клиньев из сырого мяса и рыжих конских волос, причем не надо заботиться о направлении, в котором торчат острия. Разрежьте это сцепление внизу поперечной щелью, а вверху вставьте пару гнилых орехов, и вы получите подобие физиономии Гро. Когда я вошел со стула из круга этой компании, вскочил, почесывая за ухом матрос и сказал подошедшему с ним товарищу, «А ну его, опять врет, как выборный кандидат». Я смотрел на Гро с приятным чувством безопасности. Мне было интересно, узнает ли он меня. Я сел за стол, бывший по соседству с его столом, и нарочно громко потребовал холодного пунша, чтобы Гро обратил на меня внимание. Действительно, старый шкипер, как ни был увлечен собственными повествованиями, обернулся на мой крик и печально заметил. «Штурман шутит, то-то, поди, денег много!» «Много ли или мало, — сказал я, — не вам их считать, почтеннейший шкипер!» Гро несочувственно облизал языком усы и обратился к компании. «Вот, — сказал он, — вот вам живая копия Санди Пруэля!» Так же отвечал, бывало, и вечно дерзил. «Смею спросить, нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс?» «Нет, я один, — ответил я, — но в чем дело?» «Очень вы похожи на одного молодца, раздрази его гром! Такая неблагодарная скотина!» Гро был пьян и стакан держал наклонно, поливая вином штаны. «Я обращался с ним, как отец родной, и воистину отогрел змею!» «Говорят, этот Санди теперь разбогател, как на боб!» «Про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил, воспользовавшись моим судном сто тысяч банковыми билетами, в этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света!» На этом месте часть слушателей ушла, не желая слышать повторения бредней, а я сделал вид, что очень заинтересован историей. Тогда Гро напал на меня, и я узнал о похождениях Санди Пруэля. Вот эта история. «Пять лет назад понадобилось тайно похоронить родившегося от незаконной любви двухголового человека, росшего в заточении и умершего от того, что одна голова засохла. Ради этого, подкупив матроса Санди Пруэля, неизвестные люди связали Санди, чтобы на него не было подозрения, и вывезли труп на мыс Гордена, где искрыли его в обширных склепах золотой цепи. За это дело Санди получил сто тысяч, а Гро только пятьсот пиастров, правда золотых, но, как видите, очень мало по сравнению с гонораром Санди. В скорости труп был вынут, покрыт лаком и оживлен электричеством, так что стал как живой отвечать на вопросы, и его до сих пор выдают за механическую фигуру. Что касается Санди, он долго был известен на полуострове как мод и пьяница, и был арестован в Зурбагане, но скоро был выпущен за большие деньги. На этом месте легенды, имевшей, может быть, еще более поразительное заключение, как странно, даже жутко было мне слышать ее, вошел Дюрок. Он был в пальто, в шляпе и имел поэтому другой вид, чем ночью при начале моего рассказа, но мне показалось, что я снова погружаюсь в свою историю, готовую начаться с изного. От этого напала на меня непонятная грусть. Я поспешно встал, покинул Гро, который так и не признал меня, но, видя, что я ухожу, вскричал «Штурман! Эй, штурман! Один стакан Гро в память этого Свинтуса Санди, разорившего своего шкипера!» Я подозвал слугу и в присутствии Дюрека, с любопытством следившего, как я поступлю, заказал для Гро и его собутыльников восемь бутылок портвейна. Потом, хлопнув Гро по плечу, так что он отшатнулся, сказал «Гро, а ведь я и есть Санди!» Он мотнул головой, схлипнул и уставился на меня. Наступило общее молчание. «Восемь бутылок!» — сказал наконец Гро, машинально шарив в кармане и рассматривая мои колени. «Врешь!» — вдруг закричал он. Потом Гро сник и повел рукой, как бы отстраняя трудные мысли. «А может быть!» «Может быть!» — забормотал Гро. «Ам... Санди!» «Все может быть!» «Восемь бутылок!» «Бут...» На этом мы покинули его, вышли и прошли на бульвар, где сели в каменную ротонду. Здесь слышался отдаленный плеск волн, на другой аллее повыше играл оркестр. Мы провели славный вечер и обо всем, что здесь рассказано, вспомнили и переговорили со всеми подробностями. Потом Дюрок распрощался со мной и исчез по направлению гостиницы, где жил, а я, покуривая, выпивая и слушая музыку, ушел душой в замечательную страну и долго смотрел в ту сторону, где был мыс Гордена. Я размышлял о словах Дюрака про Ганувера. Его ум требовал живой сказки, душа просила покоя. Казалось мне, что я опять вижу внезапное появление Молли перед нарядной толпой и слышу ее прерывистые слова. «Это я, милый, я пришла, как обещала. Не грустите теперь».